Лук, укроп, кинза, щавель прямиком с огорода – всё это пенсионерка Любовь Николаевна вырастила своими собственными руками. Вот такую мытую и совсем молодую картошку в обычном магазине точно не найдёшь. Каких трудов ей стоило вырастить такой урожай, знает только она сама. На рынке покупаем картошку, рано сажаем, накрывали плёнкой, вот вырастили. Так что, ну какую-то копейку зарабатываем в пенсии. Посмотрите на мои руки. Лопается всё от земли, от грязи. Совсем недавно Любовь Николаевна раскладывала свой товар прямо на тротуаре. Теперь всё культурно. На днях администрация города сделала сюрприз всем садоводам и специально для них установила вот такие торговые точки. За место за прилавком не потребует оплаты. Главная цель проекта – сделать торговлю на улице цивилизованной и помочь сочинцам заработать на продаже своей продукции. Такое решение – инициатива главы города. И уже сегодня в 12 точках, а это около 60 торговых мест по всему Большому Сочи, садоводы могут реализовывать свой урожай в комфортных условиях. Ни солнца не будет здесь, ни дождя. Всё прекрасно. Лишь бы были покупатели. Очень хорошо. Было бы там всё время. Было бы очень удобно, конечно. И спасибо за то, что побеспокоились о нас. Регулировать торговлю на местах будут председатели ТОС и квартальные. Нововведения пришлось по душе не только продавцам, но и покупателям. Прекрасно, удобно, конечно. Всё-таки прилавки и проход нормальный. Всё хорошо. Мы рады, да. Тем более им хорошо, и нам хорошо. Чистые, всё нормально. Аккуратненько, культурно. Всё как-то на уровне. Не вот так вот на полу. Ну, не знаю. Хорошо. Молодцы, постарались. Первые социальные ряды появились в центре Адлера. Проект только начался, но уже нашёл большой отклик у сочинцев. При необходимости на курорте могут появиться и новые места для торговли. Если кому-то в районе будет недостаточно, в общем, мы готовы. Подгорюсь ещё раз осмотреть все эти заявки, заявления, если есть возможность установить дополнительные конструкции. Заявления об организации дополнительных мест торговли жителей города могут направлять как в администрацию своего района, так и в управление потребительского рынка. Там пообещали рассмотреть каждое обращение. Главное условие на социальные ряды пустят только местных жителей для реализации продукции со своего приусадебного участка. Татьяна Говоркова, телекомпания ФКТ.